Во втором корпусе школы номер 156 на 18-м километре Московского шоссе обучается 374 ребенка. Среди учеников и дочь Алексея Безрукова, первоклассница Виктория. По словам отца, школа расположена рядом с домом, и качество обучения здесь нравится. Но вот состояние здания и пришкольной территории вызывают у родителей вопросы. 1 сентября мы пришли, мы, во-первых, увидели очень страшную картину, так как находилась рядом мусорная площадка, в которой мусор разлетелся весь от мусорного контейнера до забора школы. Она не огорожена, то есть стоит, ладно, но нет крыши, нет сетки. И мусор просто от большого ветра разлетается, его поднимает, его по территории по всей разносит. Ранее с этой проблемой Алексей пришел к исполняющему обязанности главы города Ивану Носкову на личный прием. Руководитель города тогда обещал выехать на место. Вместе с директором школы Алексеем Макаровым и руководителем департамента образования Ириной Каковиной осмотрели состояние здания. Оно вошло в состав 156-й школы летом 2023 года и с тех пор неоднократно ремонтировалось. С 1 сентября 2023 года в настоящее время было вложено в эту школу, только в эту школу, я говорю, 5 миллионов 200 тысяч рублей. То есть здесь были сделаны два кабинета, полностью капитальный ремонт, крыша была сделана, установлен забор по периметру, оформлена земля. Сейчас у нас здесь в приоритете это замена оконных конструкций первого, второго этажа в рекреациях полностью. Мы будем выходить сейчас, до конца года будем выходить на торги. По словам Ивана Носкова, состояние школы удовлетворительное, а с пришкольной территорией и контейнерной площадкой будут разбираться. Из того, что можно решить быстро и достаточно понятно, это мусорная контейнерная площадка, которая стоит возле школы, можно сказать, напротив школы, из которой ветер сдувает. Сама площадка в недоступном состоянии и место, скажем так, не очень удачное. Но сейчас проговорились с руководством района, во-первых, о ее переносе, а самое главное, что сейчас началась программа строительства контейнерных площадок, и мы как раз одну из первых площадок построим на новом уже месте и отсюда ее уберем. Иван Носков также поручил расширить пришкольную площадку за счет территории, под которой пролегают коммуникации. Сейчас рассмотрят возможности их переноса, чтобы у детей появилось пространство для отдыха, спортивных занятий и игр. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, Валерий Майоров. События. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, Валерий Майоров.